Лукас Кранах Старший Лукас Кранаха Фридриха Мудрого Отдавая дань моде, властелины карликовых немецких государств покровительствовали искусством, украшали дворцы картинами европейских знаменитостей. Основным поставщиком живописцев в те времена была Италия. Виттенбергские курфюрсты, однако, дали отставку итальянцам и очень высоко ценили талант своего соотечественника. Мастер-виртуоз Кранах, подчиняясь своему искусству моде и вкусам двора, умел оставаться национальным художником. Он писал картины безмятежно-иделлические, развлекательные, религиозные, но и беспощадно реалистические. Наследник искусства Возрождения Кранах предвосхитил маньеризм, но в то же самое время он один из родоначальников реалистического портрета. Он мог быть нарочито примитивным, рисуя историю грехопадения Адама и Евы, утонченно возвышенным, когда создавал Венеру и Амура, и страстным борцом с глазами трезвого хронолога, если его моделью был сам Лютер, его личный друг, религиозный бунтарь, основоположник немецкого литературного языка, который призывал убивать восставших христиан как бешеных собак. В Кранах жил во времена религиозных брожений, крестьянских восстаний, национального самоопределения. Он пропагандировал в своем искусстве идеи Лютера, идеи реформации, но он не отказался от выгодного заказа на портрет кардинала Альбрехта Бранденбургского, сторонника римского папы. «Человек-дела» Кранах организовал огромную художественную мастерскую, где посредственные художники копировали его картины и писали свои, но и на этих не Крановских полотнах ставили его знак, подпись. «Город, изображенный на картине странствующего подмастерья из Кранаха, несомненно, был тем самым городом, где бургомистром был достопочтимый гер Ионас Юстус. И все сказали, да, это наш город». И в том-то и загадка, всякий имеющий глаза был бы вынужден признать. Весь город на полотне странствующего подмастерья не уместился. Уместился один дом, а из всего дома подмастерья почтил вниманием только лишь одно окно. «Но в том-то и дело, в том-то и гений. Мы кинемся сочинять поэму, а гений сразит одной строкой. Мы выстроим дворец, а гений обойдется коморкой. Нам подавай завтрак, обед и ужин, а гению довольно куска хлеба и кружки воды». Подмастерья из Кранаха был будущим гением. Это ведь в будущем полотна, книжицы, мысли обрастают известностью и получают цену, иногда совершенно неумеренную. Да и теперь за эту пахнущую красками картину можно дать, ну, скажем, двадцать, вернее, двенадцать гульденов. На подоконнике розовые локотки упираются в подушку, расшитую розами. Розы – произведение дамы, чьи пальчики трудились над подушкой, лежащей на подоконнике, которые являются частью окна, окно – частью дома, дом – города. А город – так же, как и этот дом, окно, подушечка на окне, и сама дама, облокотившаяся на подушечку. Все это было верено попечению и заботам достопочтимого бургомистра Гера Иона Союстуса. Да-да, – воскликнула, взглянув на картину госпожа Хелли, супруга Иона Союстуса, чьи локотки упирались в подушечку. Да, – подтвердил бургомистер, и брякнул перед странствующим подмастерьем не двенадцать, а все-таки двадцать гульдена. А этого вполне хватало на путевые расходы до самой Вены. И подмастерье, расцветая и воодушевляясь, сказал, «Коле суждено этому миру, в котором лесов больше, чем полей, а полей больше, чем городов, «Коле суждено этому миру стать одним единым городом, то пусть это будет ваш город, Гербургомистер. Он так опрятен, а жизнь в нем такая разумная. Я бы только пожелал тому городу, который заменит собою весь мир, чтобы вечерами в его домах, так же, как и у вас, распахивались окна, и дамы, столь благородные и столь прекрасные, как госпожа Хелли, глядели бы на улицы». Подмастерье отвесил глубокий поклон и чуть-чуть подмигнул даме, улыбавшись ему из нарисованного окошка нарисованными губами. Потом он вздохнул, прощально глянул на госпожу Хелли и в дорогу, в Вену, ибо он уже имел все для своего ремесла, кроме славы, а слава – не пустой звук. Если она есть, то тембры ее голоса, как у монеток, когда они ссыпаются из одного кошелька в другой. Уже через десять минут подмастерье из Кранаха был за воротами городка и сидел в дорожном кабачке вдовой девицы Магды. Вдовая девица Магда сама принесла подмастерью стаканчик пива и так долго ставила его перед ним, что все это увидели и кое-что услышали. «Художник, художник, нарисуй мою красоту», – как будто бы сказала вдовая девица Магда. «Я нарисовал бы тебя, красавица, но где мне найти такую синюю краску для твоих синих глаз? Где найти такую алую для таких алых губ? И нет у меня такой белой для белых твоих ручек? Эх, художник, не спеши на ночь, глядя в путь, и мы вместе с тобою найдем синюю краску среди синего неба. «Я убью и тебя, и твоего проклятого Мазилу», – взревел влюбленный кузнец Ганс, вскакивая на столбы ноги и врезая с головой котлом в низкий кирпичный свод потолка. Вот уже десять лет кузнец ухаживал за вдовой девицей Магдой, и ему, конечно, было обидно услышать то, что услышали все. «Дуэль!» – художник допил свое пиво, послал воздушный поцелуй даме и обнажил шпагу. «Э, нет!» – тут вышел сам папаша. Схватил Ганса поперек туловища. «Ты сначала приладь крылья на ветряную мельницу, да перенеси жернов со старой на новую, а уж потом пусть тебя и проткнут из-за какой-то сороки». «Погоди же, Мазил, – обзревел кузнец Ганс, – вот перенесу жернов, да прилажу крылышки, уж тогда-то я с тобой поквитаюсь». Сдирая головой черную копоть с потолка, Ганс выскочил на улицу, а за ним и его папаша. «Я так взволнована!» – сказала хозяйка, и, сверкая белоснежными юбками, поднялась в жилые комнаты. «Может, бедняжке нужно подать стаканчик воды?» – забеспокоился странствующий подмастерье и побежал за хозяйкой Магдой следом. Охота на кабана. Охота на кабана – это слишком серьезно. Человек противоборствует зверю. Невероятно яростное и неукротимо сильное животное и человек. Два начала – злое и божественное. Выродок природы и творение совершенное. В такой охоте нет игры. Я люблю иное. Скачет зайчишка, и все скачут. Собаки, лошади. Все в вихрь. «Послал Господь Болтуна», – подумал хозяин охоты, замка и самого герцогства Виттенбергского Фридриха по прозвищу Мудрый. Охота, на которую герцог пригласил посла императора, дай Господь памяти, как его, фон, фон, памяти на имена Господь Фридриху не дал. Достаточно, что этот раб Божий обладает кабаньей силой и многими другими добродетелями. Охота удалась. И даже очень удалась. Огромный кабан выскочил на герцога. Одним ударом клыков убил лошадь. Но герцог успел выстрелить. А потом вознял в грудь вепрю короткий римский меч. Смерть не остановила 20 пудов бешеного мяса. И как знать, не пришлось ли бы парадный обед заменить на заупокойную трапезу. Но посол императора Неженко и дамский воздыхатель подскочил к зверю и выпалил ему в ухо из тяжелого ружья. Теперь герцог и посол шли обедать через залы, стены которых покрывала прекрасная роспись через сокровищницу святых реликвий. Герцог Фридрих успел собрать около пяти тысяч святых предметов и показывал их с гордостью. Подошва святого Фомы, кожа с лица святого Варфоломея, кусочек горящего куста Моисеева, небесная манна. Посол холодно похвалил коллекцию и замер в дверях очередной залы, где висели картины. Герцог, это же Италия. Да, мой бывший живописец, Якупо де Барбари, итальянец. А вот Дюрер, Барбари и Дюрер, тут видно, где торжествует дух. Это Буркмайер, это Вольгемут. Герцог шествовал дальше, а это самое лучшее зало дворца, потому что здесь нас ожидает обед. Герцог, остановитесь! Посол невольно тронул Фридриха Мудрого за рукав. Птицы! На пустынном, длиною во всю залу столе, сидели птицы и недовольно попискивали. Фридрих Мудрый довольно засмеялся. Птицы меднулись под купол залы и оттуда, прицелившись, нырнули через окно в придворные сады. Императорский посол увидел на столе, который издали показался ему пустым, гроздья винограда. Сквозь перламутровую кожицу, распираемых соком ягод, светилось золотое семечко. «Каков у вас виноград?» — воскликнул посол и смутился. «Он, подобно птицам, принял нарисованное за действительное». «О, герцог, мой восторг не знает границ. Ваши художники — волшебники». В конце залы на маленьком столике на двоих их ждал обед. Герцог снял шляпу и повесил на оленьи рога. Посол решил повесить свою на другие рога, но шляпа скользнула по стене и упала. Рога оказались призраком, как и виноград. Посол уморился от восклицаний. Он не желал обедать, покуда его не познакомят с чародеем в кисти. «Это все написал Кранах», — сказал герцог. «Лукас Кранах — мой придворный живописец. Он немец, но я плачу ему удвоенное жалование против того, какое получил Якоба де Барбари и сверх того еще сто гульденом». Они стояли друг перед другом, два почтенных бюргера. Черное добротное сукно, упрямые красной физиономии, ноги расставлены, руки в боки. Им бы грудь в грудь для пущего геройства, но всего-то навсего, брюхо в брюхо. Эка недостача, сто штук кирпича недосчитались. Да мы же не совачью будку строим, божий храм. Побились чертовы ваши кирпичи, при перевозке повыскочили, блошинное оно семя. Я повторяю, холодно протрубил почтенный бургомистр, в лицо столь же почтенному подрядчику. Я еще раз повторяю, по моим точным подсчетам, а никто в этом городе не сомневается в моей точности, ибо я не только бургомистр, но и владелец аптеки. По моим точнейшим подсчетам, у вас не достает красного кирпича в количестве ста штук. Спорщики не заметили, что в ратуше посторонние. Герцог Придрих подмигнул к послу госту, а тот, не понимая, зачем они здесь, удивленно пожал плечами. «Экие нелепые люди, и бургомистр хорош, ясный взгляд, высокое чело, и поддавай ему сто штук кирпичей. Столь ничтожна жизнь этих людей, и сколько этого ничтожества растворено в море жизни». Придрих мудрый выслушал очередной залп патетики и, не поднимая голоса, позвал «Господин бургомистр, мой друг и гость, господи, как же его зовут?» и заявил желание познакомиться с вами. Бургомистр увидел, наконец, высоких посетителей и сразу вытянулся. На лице появилась строгость и благолепие. Поклонился не без изящества. «Герцог, с чего вы взяли, что я хочу познакомиться с этим бюргером?» Почти не приглушая звука, воскликнул посол. Однако выставил бургомистру для пожатия кончики пальцев. Себя не назвал. Бургомистр города Веттенберга Лукас Кранов. Императорский посол на глазах превращался в головы бульда. Человек Лукас Кранов оскорблял бюргерством не только имя свое. Он оскорблял само искусство. Но, тем не менее, посол произнес. «Я желал бы посмотреть ваши картины, герлука с кранах. Извольте». Спокойствие серых мудрых глаз И спрятанное под невыносимо простонародным Умным лбом насмешка Нескорожденного над высокородным. Бургомистр откинул полу длинного сюртука, Призадумался, тут ли. И, надумав, извлек из сюртучных необъятностей Связку ключей. Большой, уверенный в себе, Шел впереди, Показывая гостям дорогу И заодно, отыскивая в связке ключей Нужный ключ. Гость, держивая до поры ярость, Ступил за дверь мастерской И Венера и Амур. Женщина, обреченная на вечную красоту, Бесстрастно глядела на него И правую рукою, безвольно и безнадежно, Пыталась отстранить красногубого Амурчика, Дитя с недетскими глазами. Но Амурчик уже наложил на тетиву стрелу И приподнимал в свое всепобеждающее оружие. Гость чуть не споткнулся у этой большой картины. Высокородная часть его оплавилась. Он даже ростом стал меньше. И золотом шитый мундир его потускнел. Засуетился, кинулся к другим холстам. Потоптался возле загадочной и беспощадной Рыжей красавицы, так похожей на жену Лютера Катерину, подсокол языком, Разглядывая Голгофу. И отдых на пути в Египет. И снова к Венере. Это сама Эллада. Посол кинулся к солидно помалкивающему Бургомистру-художнику. В великий кранах. Позволь мне склонить перед тобой голову. И разрыдался. И ему было подарено Одно из повторений Венеры и Амура. Ладонью оберегая пламя свечи В большом доме большие сквозняки Старец прошел коридорами Из крошечной спальни В залу мастерской. Мастерская не запиралась. Правило, верное для всех 70 прожитых лет, Теперь было нарушено. Герр Лукас в кранах Стал приходить в мастерскую ночами. Эта новая привычка Родилась в первую же бессонницу И обросла обязательными штампами процедуры. Старец прошел на середину залы. Он каждую ночь, входя в мастерскую, Шел на середину. И, притаив дыхание, Прикрывая глаза, Недоверчиво слушал одиночество. Потом он поднимал больные Гноящиеся в уголках веки И глядел испуганно и настойчиво На черные, как своды ночи, стены. Чьи-то глаза сверкали Насмешливо из мрака. Мерцали драгоценные одеяния. Живое обнаженное тело Вдруг выступив золотилось, Обогревая холод пустоты. Они были все здесь. И все молчали. Он переводил дух облегченно, Но и разочарованно. Чудо могло разрушить Привычный ток жизни. Если бы они заговорили, То он бы знал. И тогда не надо было бы По ночам приходить сюда. И не надо было бы жить. Ведь если бы они заговорили, Он узнал бы смысл совершенного им. Он потерял бы ниточку своего времени. И должно быть, Его расплющила бы сила, Которой можно противиться. По заведенному правилу Он обходил залу, Пряча глаза от глаз Нарисованных женщин и мужчин, Зажигая все канделябры И светильники. Потом он шел к правой стене И садился в кресло. Здесь словно воинство Римского папы. Одного роста, Одного цвета, Одной улыбки. Словно одна страница книги. Самозабвенно Одинаковые копии Марии Магдалины. Верно подданическое ремесло Учеников. Им не быть мастерами. Они рабы его искусства. Эти одинаковые Магдалины Не торжество мастера. Покупателям не на что жаловаться. Они получат именно такого кранаха, Каков он на самом деле. То же золото, Вьющихся за спиной волос. Тот же взгляд, Золотистый глаз женщины опытной, Но сердца радостного и легкого. Все еще искусительница, Согрешившая искренне и простодушно. И столь же искренне И простодушно поднявшаяся над грехом. Красота до полного умиления. Поглядеть, вздохнуть И ничего не подумать. Ничего. В кранах поднялся вдруг. По-стариковски жуликовато Подбежал к оставленной палитре. Поколдовал кистью. Подскочил ко дну из Магдалин. Двумя мазками нарисовал Лишнюю веточку у дерева. И бегом в кресло, Словно обманул кого-то. И засмеялся. Закатился довольным Стариковским смешком. Хитрым и ядовитым. Эти бесчисленные Пречистые Мадонны с младенцами. Эти красивые Магдалины. Эти пурпурно-золотые Короли и королевы. Точь в точь похожие Друг на друга. Разносят и еще долго Будут разносить славу Их создателя. Он, Бог-Отец, не только картин, Но и людей, способных Повторять его без тени сомнения, Без устали, Безмятежно веруя в правду И нужность своего труда, В солидность вознаграждения, И стало быть, В благоразумие жизни. Будущее его не беспокоит. Он был первым. Первых не забывают. Старик вслипнул От унизительного счастья Выигранного первенства. Его начинала бить Тихая дрожь восторга. Но глаза сами нашли Покрыты белилами для него, Для великого мастера, Приготовленный холст. От него ждали Последнего откровения. Но откровение могло Перечеркнуть всю жизнь. Он боялся теперь белого, Как в детстве, Боялся темноты. Умер Лукас Кранах-старший Глубоким стариком, Перешагнув Восьмидесятилетний рубеж В 1553 году. В конце жизни ему пришлось Пережить немало горьких дней. Герцог Виттенбергский Проиграл войну, Попал в плен И в верных кранах Разделил со своим повелителем Почетное заточение. Последние годы жизни Он провел в Аугсбурге И в Эймаре. Когда он умер, На его памятнике Схоронившие написали Быстрейший художник. Польстили, Осудили, Ошиблись. Современники Всегда ошибаются, Так же, как и Высокомерные потомки, Которые умеют Все объяснить И всему Найти свою полочку. Правда, Лишь за восхищением. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok